Обнаружили ошибку в ЮГРЛ? Что делать? Открыли выписку ЮГРЛ и обнаружили ошибку, пропущена буква в номиновании юридического лица, неверный индекс в адресе местонахождения организации и некорректные сведения об учредителях, директор стал генеральным, продолжать можно до бесконечности. Подобные ошибки могут появиться в едином госреестре в любой момент, при первичной госрегистрации или при внесении изменений. Ошибиться в документах может как заявитель, так и сотрудник регистрирующего органа. Какие же шаги необходимо предпринять, если вы обнаружили ошибки в ЮГРЛ? В данном видео мы расскажем вам, как исправить грамотно некорректные сведения в реестре. Смотрите ролик до конца и не переключайтесь. При обнаружении ошибки в ЮГРЛ в первую очередь необходимо понять, кто же все-таки ее допустил? Руководитель юридического лица, учредители, участники, налоговый инспектор. Если ошибка была допущена регистрирующим органам, то тут все просто. Достаточно зайти на сайт налог.ру и написать электронное обращение в разделе «Обращения граждан». Выведенной на экран форме необходимо заполнить графы в соответствии с требованиями данного сервиса и приложить сканы документов подтверждения того, что с вашей стороны ошибка не была допущена. Далее отправляем обращение в налоговую. В течение 7 рабочих дней его рассмотрят и направят вам в ответ. Исправленные документы можно будет получить налоговой инспекцией. Если же все-таки ошибка была допущена руководителям или участниками при регистрации или внесении изменений в ЮГРЛ, то вам будет необходимо подготовить заявление на исправление ошибки по форме 14.001. В заявлении необходимо указать в отношении какого юридического лица оно подается, поставить соответствующую цифру в клетке на первом листе об исправлении ошибок, а также номер ГРН записи, который соответствует ошибочной записи в ЮГРЛ. Далее в соответствующем листе заявления, относящемся к информации, где была допущена ошибка, указать верные данные, которые необходимо внести в ЮГРЛ. Например, если у вас ошибка в номере офиса или в помещении юридического адреса, то вам необходимо указать в заявлении номер ГРН листа записи, который был выдан при внесении данных сведений, а также заполнить лист Б в соответствии с вашим верным адресом местонахождения. В заполняемой форме обязательно указываются сведения о заявителе, которым может быть как руководители общества, так и участники. В зависимости от характера ошибки. Например, если ошибка связана с юридическим адресом или названием компании, то заявитель должен быть руководителем организации. Если же ошибка касается номинальной стоимости или процентного соотношения долей участников, то заявителями уже будут выступать все участники организации. При этом данную форму необходимо заверить нотариально. Подать налоговую такую форму может как руководитель или участники лично, так и представитель по нотариально оформленной доверенности. По истечении 7 рабочих дней выдается исправленный лист записи ЮГРЛ. Подать документы можно в электронном виде, но для такой подачи необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Однако не каждая цифровая подпись подходит для подачи документов в регистрирующий орган. Поэтому рекомендуем уточнить в удостоверяющем центре, выдавшем вам электронно-цифровую подпись, подходит ли она для данных регистрационных действий. Итак, чтобы исправить ошибку по горячим следам с минимумом временных потерь, рекомендуем вам всегда при получении документов внимательно их проверять. Если ошибка была допущена налоговой, то она будет оперативно исправлена. Если же ошибка была допущена заявителем, то необходимо будет изрядно потрудиться, чтобы ее исправить. Поэтому в случае обнаружения ошибок в ЮГРЛ рекомендую вам не тратить время и не строить догадки о причинах возникновения ошибок в реестре, а обратиться к специалистам юридической компании Юрвиз, чтобы оперативно и без лишних телодвижений исправить некорректные сведения. Будьте внимательны. Удачи вам и вашему бизнесу. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!